МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фигура высшего пилотажа и автопробег «Владивосток-Севастополь» в Бобровке прошли торжества в честь 90-летия ДСААФ. Женема, пассежур, дорожные инспекторы ловили попрошаек на улицах Самары. Пазл сложился. На стадионе «Самара-Арен» установили заключительный элемент купола. Многотонная конструкция из металлических блоков состоит из 32 консолей и является уникальной. Такое нет ни на одной спортивной арене страны. Строительство всего стадиона идет по графику, продолжается нанесение антикоррозийного состава и покраска купола. За установкой заключительного элемента наблюдала Олеся Корецкая. Окончание большого этапа идет установка последнего блока купола. Всего на крыше стадиона установили 96 таких блоков. Строительство вступает в новую фазу. Последние 66 тонн. Полушутя приговаривают строители, устанавливая заключительный блок. Словно огромную мозаику, купол сложили из 32 металлических многокомпонентных консолей. И хоть вес каждой сотни тонн, работа эта ювелирная. Объем всей крыши, как 10 футбольных полей. Стадион сам по себе очень такой объемный, является сооружением уникальным. В частности, наша крыша, которая на этом стадионе, она выполнена из больших диаметров труб, требует больших усилий по сварке, значит, определенных технологических переделов. Впереди новый этап – раскружаливание. Весь август строители будут убирать временные опоры, а не желтого цвета, и вводить в эксплуатацию уже построенные элементы. Купол будет держать себя сам. Работа кипит во всех уголках стадиона. Продолжается покраска металлоконструкции и нанесение антикоррозийного покрытия. Внутри арены ведутся отделочные работы. Укладывают плитку, штукатурят стены. Рабочие прокладывают коммуникации, устанавливают систему отопления, электроснабжения и вентиляции. Почти завершен монтаж внутренних и наружных витражей. Установлена большая часть дверей. На стройке трудится больше двух тысяч человек. Многие уже строили крупные спортивные объекты в других городах. Признаются, стадион в Самаре уникальный. Он может использоваться не только как спортивный стадион, но и как выставочный центр. Здесь возможно проведение спортивных мероприятий по совершенно различным другим видам спорта. То есть его основное отличие – это универсальность. Территорию вокруг стадиона тоже приводят в порядок. Расчищают от строительного мусора, выравнивают поверхность, у входов уложили асфальт. Также к сентябрю планируется подготовить поле для устройства газона. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Есть возможность не уехать. Именно так предупреждают те, кто прибывает полюбоваться ворскими красотами в Ширяево. Путешествие по Волге в разгаре. Каждый день Самарское речное пассажирское предприятие перевозит по воде до 8 тысяч человек и в два раза больше выходные. Именно в субботу и воскресенье люди сталкиваются с проблемой, что мест для всех желающих не хватает. В чем причина и что делать, чтобы не жалеть о бездарно потраченных выходных, выясняла Олеся Корецкая. Это только в будни. Здесь тишина и покой. В выходные число желающих отправиться за Волгу напоминает по масштабу очередь мавзолей. И, как в любой очереди, здесь одновременно царят пессимизм и надежда. Я боюсь, что не хватит. На отбор и шли за час, за полтора. Я пришла за 40 минут до отправления парохода. И мне уже не хватило билетов. То есть 8 часов билетов в кассе уже не было. Нам хватило билетов. Мы полшестого их взяли. Ничего себе. Полшестого. Вот чтобы сейчас уехать. Да. Заранее знали, что будет тяжело с билетами, потом взяли. В прошлый раз же не хватило. Да, 7 часов уже не было. Отдых на Волжских берегах у самарцев популярен как никогда. Самарское речное пассажирское предприятие только в прошлом году перевезло больше миллиона человек. За несколько лет пассажиропоток увеличился в два раза. Самые загруженные маршруты до Рождественной и Ширяева. Но если вы все же попали в Волжскую Швейцарию, расслабляться не стоит. Билет обратно до Самары можно купить только на месте. И только за полчаса до отправления судна. То, что мероприятие это больше напоминает лотерею, где повезет не всем, предупреждает и красноречивая табличка на кассе в Ширяево. Пока эту практику в речпорте менять не собираются, хоть и признают, что проблемы есть. На наиболее напряженных маршрутах мы уже сейчас сталкиваемся с дефицитом провозной способности. Но имеем возможность выходить из этой ситуации, назначая дополнительные рейсы. В планах система электронной регистрации билетов. Но пока проблема решается не так стремительно, как растет пассажиропоток. Каждые выходные предприятие перевозит 10-15 тысяч человек. Для такого количества речного транспортного парка недостаточно. Альтернатива есть, но прямо скажем, не дешевое водное такси. Чтобы отдых на Волжских берегах не превратился в разочарование, самарцам советуют заранее планировать путешествия и по возможности избегать поездок в пиковые часы. В субботу с 9 до 12 часов из Самары и начиная с 15 часов дня в воскресенье за городом. Олеся Корецкая, Станислав Левин, Константин Головин. События. Не по самолет парашютисты на аэродроме Бобровка прошел седьмой фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Авиашоу на земле поддержали автопробегом, посвященном 90-летию ДСАУ в России. В Самару колонна прибыла из Уфы и прямо со взлетной полосы машины отправились дальше, по маршруту, конечная точка которого – Севастополь. Марина Кравцова с высоты птичьего полета наблюдала за праздником. Вертолеты с флагами России и ДСАУ – первые ласточки. Они открывают воздушный парад. В небе над аэродромом Бобровка появляются яркие купола. В воздухе – лучшие парашютисты. Не только самарские, но и гости из Оренбургской и Ульяновской областей. Синхронность и мастерство впечатляют. Прекрасно выступили, ну, как всегда. Я вообще всегда слежу за нашей группой, где они там прыгают, как они везде участвуют. В этот раз тоже не подкачали. Все очень нравится. Такая слаженность хорошая. Так мастерски делаются. Здорово. Небо в распоряжении авиации. Фигуры высшего пилотажа демонстрирует пилот самолета Як-55. Долгое время мы не готовили специалистов для вооруженных сил. Сейчас мы готовим специалистов для службы ВДВ. Совершенно новая программа, которая включается не только парашютные прыжки, как мы раньше готовили, но и тактическую подготовку в полном объеме. Посмотреть поближе и даже потрогать машины малой авиации можно на земле, на выставке самолетов, в том числе самарского происхождения. Этот маленький универсальный самолет производят в Самарской области в количестве примерно 10 штук в год. И на них выстраивается очередь. Закупают их летные школы Европы. А этот самолет особенный. Он станет участником благотворительной экспедиции, организованной фондом борьбы с рассеянным скалерозом. Акцию поддерживают многие благотворительные организации. На носу самолета портрет французского писателя и пилота Антуана де Сент-Экзупери. В этом году фестиваль авиационных видов спорта стал особенным. В Бобровке встречали международный автопробег, посвященный 90-летию с огнеобразования ДСААФ России. Колонна автомобилей стартовала во Владивостоке. Почти две трети пути пройдена. В Волгограде колонна разделится на две части. Первая держит путь в город-герой Севастополь, другая в Минск. Патриотическая акция, направленная на то, чтобы молодежь заинтересовалась ДСААФ, заинтересовалась нашими видами спорта, которые развивает ДСААФ. Поэтому, видите, авиационные, парашютные виды спорта, военно-прикладные виды спорта. На фестивале масса площадок, радиотехническая выставка военной техники и ретроавтомобилей. После авиашоу все гости праздника могли увидеть красоты Самарской области с высоты птичьего полета и прокатиться на вертолете Ми-2. Наша съемочная группа не осталась в стороне. Взлетная полоса и площадки фестиваля как на ладони в небе, понимаешь, почему летчики так любят свое дело. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Выхожу один я на дорогу. Инспекторы ГИБДД против уличных попрошаек. Эти люди сами рискуют и создают опасность для других. Стражи правопорядка говорят, они часто ловят нарушителей на оживленных перекрестках. Что грозит тем, кого задержали, знает Андрей Горгуленко. Как только загорается красный, автомобили, двигающиеся по новой вокзальной, ждут разрешающего сигнала. Среди машин ловко маневрирует коляска. Сергей собирает пожертвования на свою жизнь, создавая помехи безопасному движению. Вы чем занимаетесь врачасти? Попрошайничать. Этим тоже заниматься не надо. Вообще, в городе Соман. Здесь аварийность очень сильно повышена. При наличии пешеходного перехода обязан двигаться по пешеходному переходу. Сергей признается, место прибыльное. Поток машин всегда большой, а потому бывший строитель профессию менять не хочет. Небезопасно, но жить-то надо как-то. Но у вас есть инвалидность? С вами пособие? Нет у меня ничего. А почему? Да я ничего не оформлял. А почему не оформляли? Так получилось. Однако потом Сергей заверил, документы для оформления инвалидности уже собирает. Выслушав беседу и получив штраф, он покидает улицу. Правда, ненадолго. Таких попрошаек на Самарских перекрестках немало. Наряд ДПС реагирует на сигналы горожан. Как бы пресекают противоправное поведение данных граждан. Значит, проводят профбеседу, устанавливают личность, доставляют в отделы полиции и выписывают штраф. 500 рублей – такой размер штрафа за препятствия безопасному движению для пешеходов, которыми являются попрошайки. Однако за день на милостыне они порой зарабатывают больше. Сотрудники ГАИ просят не поощрять их поведение деньгами, чтобы избежать аварий на дорогах, которых с участием выпрошаек пока еще не было. Андрей Горгуленко, Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. 120 домов остались без света в Самарской области из-за сильного ветра. ЧП произошло в субботу вечером в поселке Малая Максимкино в Кошкинском районе. Кроме того, ураган частично повредил кровли трех частных домов. Без электричества остались почти 200 человек, в том числе около 30 детей. Пострадавших нет. Под утро аварийные бригады смогли восстановить электроснабжение. Завершено расследование уголовного дела в отношении 22 жителей Самарской области. Они подозреваются в том, что на протяжении трех лет занимались незаконным оборотом наркотиков. Всего им инкриминирует 15 преступлений. Злоумышленники занимались распространением запрещенных веществ на территории нескольких регионов. Начиная от Московской области и Башкортостана и заканчивая Саратовым и Самарой. Установлено, что в сообществе было четкое распределение ролей – курьеры, кураторы, операторы. Наркотики передавались бесконтактным способом – через тайники, а оплата за них переводилась через электронные кошельки, оформленные в том числе и на третьих лиц. В Самарской области конфисковано больше 100 килограммов рыбы, зараженной личинками сельдиного червя. В первой половине 2017 года специалисты Роспотребнадзора по Самарской области проверили 28 объектов торговли рыбой, а также один цех переработки. Всего за полгода было отобрано 56 проб продукции на санитарно-химические исследования. Последние три пробы не соответствовали гигиеническим нормам. За нарушение требований законодательства Самарский Роспотребнадзор вынес штрафы на общую сумму 202 тысячи рублей и конфисковал рыбу. Самарцы нанесли урон Башкирскому заповеднику. Автотуристы из Самары и Оренбурга решили прокатиться по просторам национального парка Шульганташ в республике Башкортостан. Они получили разрешение на посещение парка на трех внедорожниках, однако по пути туда к ним присоединился еще один. Туристы отклонились от разрешенного маршрута, выехали на луг, расположенный в самом центре заповедника и устроили там гонки. Один из автомобилей забуксовал в грязи, а другой начал нарезать вокруг него круги. В результате полгектара сенокосных угодий превратились в месиво. Ущерб составил порядка 200 тысяч рублей. Пока полиция искала нарушителей, они сами выложили в сеть видео. Теперь им придется выплатить штраф. Отпуск с опозданием в аэропорту Курумыч на шесть часов задержался вылет рейса турецкой компании Honor Air в Анталию. Рейс Самара-Анталия должен был сегодня ночью отправиться в 2 часа 35 минут, но вместо этого 218 пассажиров были отправлены на курорт в 9 утра. В транспортной прокуратуре сообщают, все пассажиры были накормлены, им предложили прохладительные напитки. Как пояснили, шестичасовая задержка рейса связана с несвоевременным прибытием самолета из Анталии. Бегом по лыжне и да, это происходит летом. Легкоатлетический кросс Соколье-Горы впервые прошел в Самаре в столь жаркую пару. Забег стал частью всероссийского проекта национальное беговое движение. Трасса пролегала под труднопроходимым лесным тропом в окрестностях Соколье-Гор. Проверить свою физическую подготовку мог любой желающий. С участниками и победителями встретилась наш корреспондент. Первый летний кросс Соколье-Горы собрал почти 300 участников. К забегу готовятся взрослые и дети от 12 лет. Этот забег – продолжение зимнего соревнования лыжников, которое проходит в Самаре каждый год. Основная подготовка лыжников летом – это как раз бег по пересеченной дистанции. В этом году мы решили провести дистанцию на 3, 5, 10 километров. В следующем году мы хотим уже сделать дистанцию полумарафонскую. И хочется поблагодарить Федерацию лыжных гонок, которая инициировала проведение легкоатлетического кросса не по улицам города, а именно в лесу. Трасса живописная. Участники бегут по лесным просекам в окрестностях Соколье-Гор. Первыми стартуют дети на короткие дистанции, затем по нарастающей. Длиннее трассы – больше возраст. Есть и специальная категория – ветераны. Но назвать так этих бодрых людей язык не поворачивается. Замзамья Абушаева приходит первой. Всю жизнь она со спортом на «ты». Отлично. Возрастная категория такая добродушная. Трасса очень отличная. Рабочая трасса. Ну и бежала, естественно, маленько тяжеловато. А так я рада. Спасибо, что такие соревнования поорганизовали, проводят. Они нужны. Самый длинный забег на 10 километров. Самый массовый. Перед стартом ветераны советуют. Главное – не начинать слишком быстро, иначе закончатся силы. Леонид Кожаев испытывает себя на прочность регулярно. В своем поселке тренирует детей по футболу и легкой атлетике. Я иногда пробегаю по парку, по своему поселку, и вижу, что с каждым Новым годом больше детей занимается спортом, больше бегает, играет в футбол. Не важно. Больше стали заниматься спортом, и мне это нравится. Участников подбадривают болельщики, освежают водой и снова в путь. Этот год оказался богат на события для любителей спорта. Космический забег, фестиваль королевы спорта на набережной, кросс-соколь-егоры и впереди марафон на кубок главы города. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Деньги любят счет казена и особенно. В Самарской мэрии подсчитали, сколько уже потратились бюджеты и много ли осталось. Проверка на дорогах. Общественники выяснили, насколько качественно ремонтируют улицу Алексея Толстого. Негадкий утенок. Пара черных лебедей в Самарском зоопарке дала потомство впервые за 8 лет. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин